Этому щенку всего месяц. Недавно закончился карантин и его поместили в вольер. До начала обучения еще два месяца. В конце лета станет понятно, какая специальность ему подходит лучше. Патрульно-розыскная или мино-розыскная? Пока главное занятие – игра. Ай, как у вас ребенка. Выращивают здесь немецких и бельгийских овчарок. Породы немного отличаются по характеру. Немецкие спокойнее, бельгийские более энергичные. Первые хорошо подходят для мино-розыскной работы, вторые – для патрульно-розыскной. Но есть собаки, которые никогда не покидают центр. Деорса Макфлайва. Она, получается, племена. Ей сейчас на данный момент 7 лет. У нее 20 щенков. Все проходят службу в разных регионах. До года щенков выращивают здесь. Основные прививки, когда ставятся, это где-то 3 месяца, 3,5 месяца. И в этот период они передаются уже на начальную подготовку. К нам мы уже начинаем ходить на различные территории. У нас есть площадка для подготовки щенков. Туда выводить. Ну, за карантин до 3,5 месяцев они не выводятся. А дальше уже после 6-ти месячного возраста мы передаем другое подразделение, которое занимается специальной подготовкой уже этих собак. За 20 лет работы кинологического центра здесь вывели больше 1400 породистых щенков. Обучили полторы тысячи специалистов-кинологов. Многих собаки интересовали с детства. Не было возможности завести свою личную собаку. В квартире тяжело такую держать. И поэтому решил связать свою судьбу с собаками. Со служебными. Из кинологического центра они будут выпущены сертификатами о подготовке через год. Это, можно сказать, выпускной для собак. Отсюда они отправятся в воинские части по всей стране. И начнут выполнять уже не учебные задачи. Алексей Козлов и Александр Зосимов. Тюменская служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...